Доброго вечера, уважаемые участники рынка! С вами на связи Андрей Сергеевич, трейдер и аналитик компании Академии Трейдинга Инвестиций. И сегодня я хотел бы с вами рассмотреть текущее состояние рынка и перспективы на предстоящую неделю. Если кто не смотрел из вас прошлый обзор, то на текущей прошедшей неделе я обозначил уровень 1.13598 как важный ценовой уровень, при подходе к которому цена будет реагировать на него. В понедельник произошло раннее закрытие американской сессии, и я бы не стал брать в расчет этот день. А во вторник был день независимости у Америки, и торговля на нем вообще не осуществлялась. Но даже если вы посмотрите в эти дни, как показано здесь, а напомню, здесь у меня график StartMathMiniChats, он показывает отображение дневных и недельных свечей в правом углу экрана для наглядности и удобности. Итак, рассмотрим. Дневные понедельник, вторник. Вот эти дневные свечи. И видно, как на графике было поджатие на всех американских сессиях, то есть происходил выкуп, и, соответственно, давление на уровень 1.13598. Также, если мы заганим с вами в экономический календарь на прошедшей неделе, то мы с вами увидим, в среду 5 июля происходили следующие новости. В 21.00 по Москве должна была быть публикация протокола ФОМК, и рынок ожидал эту новость. Как мы видим, в среду также произошло поджатие, которое отобразилось у нас также на дневных свечах. И в четверг произошел пробой этого ценового уровня с удержанием и закрытием американской сессии на хаях. Напомню вам, что зеленым в индикаторе моем, который называется iSessions, выделена как раз-таки американская торговая сессия. Что можно сказать по текущей ситуации и предстоящему? На протекущей неделе ценовой уровень и зона, а напомню вам, НКЗ 1.2 это дневная контрольная зона. Эти зоны, маржинальные зоны взяты с фьючерсного рынка, где игрок заходит либо с малым плечом 1 к 2, 1 к 4, либо заходит без плеча. И на текущей неделе уровень 1.13.542 будет являться важным ценовым уровнем, и, соответственно, развитие сценариев у меня всего 2. Итак, обрисуем вам их вкратце. Если по истечению нескольких дней на текущей неделе цена опускается к этому ценовому уровню, а также проходит удержание этого уровня, а также американских торговых сессий, как известно, который выделил у меня зеленым светом выше этого уровня, то здесь можно от уровня 1.13.542 искать покупки с целью выноса продавцов. А это ценовой уровень 1.14.470. Потенциал данного движения в районе 100 пунктов. Это первый сценарий развития. Рассмотрим с вами также альтернативный сценарий. Если в ходе торговых сессий нескольких дней происходит пробой этого уровня, а также удержание одной или несколькими американскими сессиями ниже ценового уровня 1.13.542, то, соответственно, можно искать продажи с целью 1.12.112.704. Также потенциал данного движения в районе 100 пунктов. Это то, что касается евро. Сейчас взглянем с вами на текущую ситуацию по фунту. По фунту у нас также с вами сложилась интересная картина. Как видно, весь июнь фунт торговался в бычьем импульсе. Он обусловлен с тем, что мы нарушили несколько зон. И на текущей неделе фунт подошел к очень значимой маржинальной зоне. Это также НКЗ 1.2 или дневная контрольная зона, как я ее называю. При подходе к этой маржинальной зоне высока вероятность того, что цена отреагирует на нее. Потому как, как мы видим на графике, в американскую сессию в эту или в эту на Америке покупали как раз-таки фунта. Также была попытка разворота на текущей неделе в 6 июня, когда американская сессия закрепилась выше НКЗ 1.4. Напомню, НКЗ 1.4 это половина от НКЗ 1.2. Но сейчас расскажу вам, как я вижу, какие будут сценарии развития этой ситуации. При подходе ценой к этому уровню, если в ходе одной или нескольких американской сессии будет удержание выше этого уровня с проторговками на американских торговых сессиях, то возможно поиск покупки от этого уровня с первой целью это обновление текущих максимумов в месяц июня. А это получается потенциал на 200 пунктов по текущим котировкам. Альтернативный сценарий возможен в случае пробития ценового уровня 1.28.594 и удержанием одной или нескольких торговых сессий американских, именно американских, ниже этого ценового уровня. Тогда возможно поискать продажи. Цель этих продаж будет на отметке 1.26.923. Потенциал данного движения также в районе 200 пунктов. Это то, что касается фунта. С вами был трейдер-аналитик Академии Трейдер и Конвестиции. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok